Я не могу заплатить чеканой монетой чеканой... Что? Уже идёт запись? Здравствуй, народ! На связи Хакот и с вами рубрика «Военная аналитика». На сервере Орда Альянс не стихает борьба между двумя фракциями. Зачастую, успехи в крупномасштабных онлайн-противостояний определяют успехи той или иной фракции. В данной рубрике вы сможете увидеть со стороны успех или провал подобных операций, их ход событий, а также мои комментарии о стратегических ошибках с рекомендациями об альтернативных стратегических решениях. Китайцы На повестке дня – китайцы. По непонятным причинам, к нам на сервер зашла команда китайцев в углове с китайским драконом Ова, популярным на китайском аналоге ютуба. Эта команда диких коммунистов уничтожила за один день сразу пару кланов баз Альянса, будучи играя за Орду. В активных боевых действиях принимали также участие следующие кланы Орды. Гипси – союзники китайцев. Тенгидры – Н7. И множество, множество, множество соловеков. И иных незарегистрированных личностей. А теперь перейдём к самым интересным событиям и небольшому разбору полётов. Около восьми десятков игроков Орды десантировалось на самую крайнюю сторону материка Альянса. Наблюдая за этим, я успел было похвалить Орду за грамотный план действий, словно по моей методичке. Однако, понаблюдав дальше за этим бесспорно эпичным шествием, быстро успел разочароваться в их реальном плане действий. Вместо того, чтобы закрепиться на самой отдалённой вражеской территории и захватить её владение своей фракцией, игроки Орды отправились сразу в бой, совершенно не закрепившись на вражеской территории. Справедливости говоря, кроме нескольких групп. В итоге, это привело к вполне предсказуемым последствиям. Игроки обороняющейся стороны, мало того, что имеют более выгодное расположение своих сил в укреплённых позициях, так ещё и имеют возможность моментально возродиться и вновь вступить в бой, взяв новое оружие из своего дома. Очевидно, что у игроков Орды подобной реорганизации павших войск не было, как и более выгодного расположения войск. Подобный подход был обречён ещё на этапе планирования, которого, к сожалению, видимо, не было. Хотя потенциал у подобной группы был на захват половины материка, при наличии грамотного планирования. В данном ролике имеются тайминги, и если вы не желаете погружаться в эту тему подробнее, пропустите следующий фрагмент. Давайте более развернуто затронем тему планирования и постараемся прочитать развитие тех или иных событий, сформировав наиболее оптимальный план действий с возможными путями отступления. Наша задача – провести успешный глобальный рейд, в котором задействована вся фракция, и кланы, и соловики. Нужно обратить внимание, что на сервере играет, в общем, около 100 клановых игроков. Обычно это одни и те же люди. Соловиков многократно больше, среди которых новички на сервере и небольшие кланы. Это огромный боевой потенциал, который упускать нельзя. Дальше рассмотрим почему. Для успеха нам потребуется предварительная разведка и выбор, с какого края вражеского материка развернуть первый боевой аванпост вашей фракции. Установка аванпоста знаменует захват близлежащих территорий, так как главной задачей аванпоста является полное выселение противника с этой территории, для утверждения перехода её под контроль вашей фракции. Затем, в день глобального рейда, этап развертки первого аванпоста делится на две части. Примерно за полчаса перед вылетом, в чат фракции сообщается, что через час будет глобальный рейд, чтобы игроки подготовили себе хотя бы ресурсы на двухэтажную кибитку 2х2 со стрелом. Оружие при себе иметь желательно, но не обязательно. Главная кибитка – спальники-ящики. Первыми в полном составе без взрывчатки вылетают и закрепляются организаторы и кланы, которым они доверяют. Устанавливается центральный аванпост, штаб, организаторов и вокруг него здание кланов. Обязательно расставляются турели таким образом, чтобы не было мёртвых зон. Закрепившись, штаб отправляет информацию в чат фракции с призывом прилетать и строиться в квадрате аванпоста как можно кучнее. И обязательно, чтобы у кибитки был отстрел. Эта информация должна транслироваться регулярно на протяжении всего глобального рейда, делая постоянно акцент на том, что оружие с собой брать не обязательно. Главное – кибитка с отстрелом. Необходимо удерживать территорию до прибытия большей части силовиков и микрокланов, установив чекпоинты, фундаменты с турелями. В самых стратегически важных местах на линии продвижения фронта – горах, местах в которых происходят наиболее ожесточённые стычки и так далее. Подобные чекпоинты позволяют вам, однажды взяв вершину, закрепиться на ней и идти дальше, отбрасывая рядом с этим шкафом спальники. По прибытии большей части вашей фракции, штаб с его полевым командиром начинает координировать фракцию. Для этого желательно во время ивента регулярно созывать всю фракцию в определённый дискорд. Полевому командиру необходимо находиться в общей комнате ивента и постоянно сообщать и ввести фракцию к текущей точке интереса штаба. Главной задачей штаба должно быть уничтожение всех зданий противника в этом секторе. Повышенная выгода состоит в том, что в данном случае мы сами навязываем противнику свои правила игры. Нас больше, мы укреплены, у нас есть постоянный восполняемый поток живой силы. Я рекомендую штабу регулярно сообщать о выдаче оружия и брони второсортного качества из штаба. Это увеличит шансы того, что соловики выбьют или унесут к себе лут противника, тем самым ослабляя его и укрепляя себя, то есть укрепляя боевой аванпост вашей фракции. В итоге противник начнет истощать свои силы, пытаясь остановить вас на подготовленной вами чекпоинтами территории, будучи еще и находясь в меньшинстве. Постоянно бегающие рядом соловики ваши фракции будут создавать для противника уйму проблем, а вы тем временем сможете сконцентрировать ваши силы на вашей текущей точке интереса. Крайне важно не допустить, чтобы противник закрепился на вашем пути, поэтому разведчики штаба должны держать этот вопрос на контроле, а штаб моментально перебрасывает все силы на снос укреплений врага. Первый аванпост, как правило, самый сложный. Противник проявляет повышенный интерес к вашему присутствию и пытается всеми силами вам помешать, чаще всего выступая числом. И что самое смешное для вас, превращающихся в наступающих, а не обороняющихся на своей же территории, ваша главная задача – зарядить всю ближайшую территорию от врагов, регулярно размещая турельные чекпоинты на пути продвижения к вашим целям, постепенно полностью беря под контроль эту территорию. В случае, если вы наконец-то одолели сопротивление противника и зарядили сектор, захватив все вражеские дома, штаб с разведчиками и кланами предпринимает попытку основать второй боевой аванпост примерно на расстоянии четырех или пяти квадратах от первого. В случае успеха, штаб транслирует в чат фракции призыв вновь построить небольшие двухэтажные дома с отстрелом в новом аванпосту. Дальше задача та же самая – захватить все здания противника в новом секторе. Таким образом, постепенно, но верным результатом глобального рейда является буквальный захват части вражеского материка вашей фракции. Экономика вашей фракции взлетает до небес. В связи с тем, что штаб регулярно на протяжении всего ивента призывает соловиков присоединиться к глобал рейду, позволил им украсть у противника огромное количество ресурсов. То есть в масштабах фракции ваша фракция получает лут, неважно соловик это или клановый игрок, а вражеская истощена и потеряла лут. К моменту, когда ваши силы дойдут до столицы вражеской фракции, у той уже может быть не из чего давать вам отпор, что сделает полный захват вражеского города возможным. В этом планировании я упустил множество деталей, вы можете применять её как шаблон, постоянно дорабатывая и предугадывая возможное развитие событий и подготавливая к ним контрмеры. Ваша игра сильно приобретется и приобретёт более осязаемый смысл, если вы подойдёте к ней с умом и смекалкой. А для тех, кто загорелся быть организатором подобных ивентов, настоятельно рекомендую, и это не шутка, книгу Суньцзы «Искусство войны». Война — это психология и земля. Психология — это люди. Земля — это рельеф. Раст — это онлайн-игра, где есть и земля, и психология. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова